Запрещается разговаривать, пересаживаться. Разговаривать и пересаживаться в помещении, где ты наедине с организаторами ЕГЭ, затея плохая. Сегодня Ярослав Шишов сдает экзамен по биологии. Для одиннадцатиклассника это последний рывок, и сделает он его в своей комнате. Год назад парень, спасая котенка, потерял обе руки. Недавно в Германии ему подобрали протезы. Писать с ними пока тяжело, поэтому вписывать ответы за него будет ассистент. Мне дается 4 часа, ну вот как у всех, и плюс полтора часа. Это очень многое значит, потому что можно все перепроверить. Ну я всегда их брал. Для таких школьников не делают никаких поблажек в процедуре сдачи ЕГЭ. Трансляция с экзамена записывается на камеру. Организаторы и ассистенты следят за тем, чтобы ученик не достал телефон. В этом году в Крае в таких комнатных условиях сдают экзамены 18 человек. Это те дети, которые либо постоянно обучались на дому, получил вот такие травмы, как Ярослав, либо те дети, которые получили травмы накануне экзамена, им организованы пункты на дому. С будущей профессией Ярослав уже определился. Парень видит себя психологом. Из-за полученных травм пришлось забыть о планах. Думали, может, военный может быть в полицию, может, папа у нас в полиции. Как бы такого конкретно не было, но предполагали, потому что здоровый парень занимается спортом. Через две недели Ярослав узнает результаты экзамена по биологии. И уже тогда можно будет задумываться о выборе вуза. Больше всего он мечтает уехать в Санкт-Петербург. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости.